Вообще, это твой четвертый сезон уже в Динамо, ты считаешься, можно сказать, старичком среди большого количества новых ребят, которые пришли в команду. Как, на твой взгляд, поменялось вообще все? Да, в принципе, как сказать, если в плане тактики, да, у нас все осталось, как и было, в принципе, только ребята, да, все молодые, заряженные. И я думаю, ну, скорость, может, чуть-чуть увеличилась, потому что все ребята хотят пробиться в основной состав и постоянно в нем находиться. А так, в основном, в принципе, все как и было. Тренерский штаб поменялся кардинально. Ну, блин, это, так сказать, тяжело сказать на самом деле, потому что на самом деле даже в голову не приходит, что поменялось. Потому что ты каждый год в новом коллективе, в любом случае, меняются игроки, да, там, один, два, три, там, пять. Скорость меняется, но не так сильно, мы на самом деле этого уже и не так сильно замечаем. Ну, вот смотри, когда ты только пришел в команду, получается, же вернулся в Россию только на тот момент. Да. Насколько сложно было тебе вообще, в принципе, перестраиваться? Было на самом деле сложновато, потому что в Америке все равно хоккейн более, так скажем, силовой. Это все себя, наверное. Я все-таки возьму в правую руку, как удобнее. Она у меня более... Гринч? Она более... Хочешь поменяемся, мы стали. Давай. Сторонами. Давай. Не без разницы. Она более прокачанная, потому что она всегда с телефоном. Ты остановился на том, что тебе было довольно сложно адаптироваться, когда ты только переехал. Да, немного сложновато было, потому что в Америке все равно более такой силовой хоккей, а здесь в России более, так скажем, больше игры, в плане... Думать надо намного больше, нужно показывать какой-то свой собственный скилл, да, в плане контроля шайбы, катания, вот. Ну, чисто в этом плане. А в плане того, что тактически, в принципе, одно и точно. Ну, а тебе хоккей тот или российский больше, да? Да, да. Ну, просто уже с течением времени, так скажем, с прошествием лет, когда можно уже прям так сравнить. Честно, прям, чтобы нравиться. Мне просто хоккей сам себе нравится. Вот. А в плане стиля игры я свой стиль, в принципе, и не менял. Вот. Просто в России, да, пришлось как-то подстраиваться к этому всему, и я думаю, что я сам начал развивать свой скилл, да, в плане выходов из зоны контроля шайбы. Потому что до этого, честно говоря, у меня было не очень с этим. Ну, а сейчас уже более-менее как-то улучшается этот скилл, вот и все. Ну, вот за счет чего он улучшается тебе, подсказывает, там, не знаю, партнеры по команде, тренеры где-то? Это просто идет от тренировок, то есть ты стараешься делать что-то новое, да, там, это, в принципе, как и у каждого человека, когда ты начинаешь делать что-то новое, ты делаешь это каждый день, снова и снова, и в голове уже у тебя откладывается то, что у тебя есть этот навык. Ага, точно. А вот кто или что, такой вопрос, знаешь, на который я знаю ответ, но его нужно задать. Кто тебе вообще помог, ну, побыстрее адаптироваться в Москве, в новой команде? Я думаю, это знают абсолютно все. Это Андрей Миронов, он, на самом деле, он помогал и помогает до сих пор, да, там, по многих вопросам, вот. Особее в плане в Москве, да, то есть, да, скажем, все бытовые даже вопросы, да, это, для меня это незаменимый человек, и я очень ценю его дружбу, я буду надеяться, что это будет у нас продолжаться долго и долго. Ну, вы прям такие, знаешь, как братья, семские близнецы, потому что все время вместе, даже в отпуске, и будто бы такие, прям, неразлучники. Ну, когда компания нравится, и когда у вас есть что-то общее, я считаю, это, ну, нормальная ситуация. Ну, мне нравится с ним проводить время, ему нравится проводить со мной время. Ясно то, что, ну, не прям каждый день мы проводим вместе. Ну, большую часть времени, так скажем. Да, в связи с нашей, так скажем, сферой деятельности и, так скажем, с атмосферой за пределами льда. Ну, я просто к тому, что вы, как бы, и работаете вместе, и отдыхаете тоже вместе, что, знаешь, вам... Зато мы понимаем друг друга хорошо. Ну, реально, такая крепкая дружба, что вы друг друга не надоедать. Хотя, наверное, бывают, да, моменты, когда остаются? Да нет, если мы не видимся, мы все равно либо созваниваемся, либо играем в видеоигры вместе, так что... Ну, это, как я помню, ну, то ли в этом сезоне, то ли в прошлом, когда ты уезжал в Канаду, Андрей такой, типа, наконец-то сбагрил, а потом спрашиваешь что-нибудь у него. Я с Сережей разговаривал, у него вот это смотришь, он реально по фейстайму тебе звонит. Я думаю, ну все, сам там выставлял нам показ, что, типа, наконец-то я от него избавился. Это проходит пять минут, я такой, Сереж, как тебе дела? Это же все равно по-дружески мы так говорим. Да, конечно, я это понимаю, на самом деле. Но вы вот были знакомы же до того, как ты переехал, правильно? Я так понимаю, что... Да, мы были с ним знакомы еще с Америки, потому что мы оба были затраторованы в Колорадо в один и тот же год, кстати. Вот. И я там уже отыграл один сезон, и потом Андрей приехал на следующие сборы, вот. И там мы с ним познакомились, там, так скажем, своя ситуация, нашего знакомства тоже неинтересная, но это не для всех. Извините. Да. Вот. А так, считаю, второй год, ну вот тогда Андрей первый год приехал в Америку, я получил травму серьезную, вот. И как-то я старался ему помочь в Америке адаптироваться, там. Короче, как он помогает мне здесь, я ему помогал там. Но, может быть, и не так сильно, как он помогает мне здесь, в Москве. Ой, да ладно, мне кажется, ты просто недооцениваешь свою помощь ему там, потому что все равно, мне кажется, любому человеку будет сложно в новой стране. И всегда здорово, когда получается вот находить человека, который может тебе, ну, как бы помочь побыстрее, в этого все влиться, где-то что-то подсказать, где-то рассказать. Это, в принципе, я согласен, потому что, ну, даже я помню свой первый год, когда я уехал в Канаду, да, я не разговаривал по-английски вообще. Да ладно. То есть я даже не знал, как сказать, я голоден или еще что-то. Ну, что тебе, я вообще думала, что, знаешь, ты такой с детства по-английски шпаришь. А, не-не-не-не. С детства, когда я изучал английский в школе, это я был самый нелюбимый ученик своей учительницы по-английски. Мне кажется, сейчас бы она тобой гордилась. Ну, не знаю, не знаю. Ну, там было все сложное, так скажем, в школе, вот, я не был идеалом, да, в школе. Я постоянно сбегал с уроков, чтобы пойти куда-нибудь на тренировку, да, там, с любым годом, мне не важно было. Ну, просто главное было покататься. Да, главное было покататься, то есть у меня и отец потом, когда это узнал, он был, так скажем, не в восторге, потому что школа, это все равно важная, важная такая часть жизни, да, но хорошо случилось, что я попал в профессиональный хоккей. А во сколько лет ты переехал за границу? Тоже не помню, по-моему, 16-17 лет, что-то. Ну, это в Канаду. Это я уехал в Канаду, да, в юниорскую лигу в Канабеке. Вот, там я играл, получается, 3 года. Потом я был задрафтован и поехал играть в Америку за паром в Каллорадо. А потом ты вернулся в Канаду? Или не возвращался? Ну, я, получается, когда я играл в юниорской лиге, вот, я познакомился со своей супругой там, и, знаешь, с тех пор я возвращаюсь всегда туда. Но у тебя в Канаде свой дом есть? Да, у меня в Канаде свой дом, и... Собачки. Собаки, и лошадь, и херепашка. Интересный набор, кстати, лошадь вообще, ну, прям, у тебя жена, да, любит лошадей? Она, да, она очень любит лошадей, и... Так сказать, у нее раньше были лошади свои, вот, потом в связи с моей карьерой мы переехали в Америку, и ей пришлось продать лошадей, вот, не из-за того, что она их не любила, или еще что, а просто, потому что она не могла проводить с ними время, да, вот. А потом, когда уже все устаканилось, да, когда я уже перешел играть в Динамо, вот, я все равно сделал ей такой подарок, то что купили еще одну, и все, и как-то... Ей очень нравится, и почему нет? Ну, она, как бы, просто катается, или занимается... Это ее хобби, так скажем, она раньше занималась немножко, да, там, конным спортом, честно, не знаю даже каким, но это не важно, и просто сейчас это хобби, просто нравится это делать, когда там какие-то тяжелые моменты, да, в жизни происходят, она просто садится на лошадь и выезжает в лес, в принципе. Ну, слушай, я, кстати, слышала о том, что, ну, лошади, они такое терапевтическое воздействие на людей оказывают, потому что даже если, например, маленький ребенок, там, не знаю, не может начать говорить или еще что-то, им часто рекомендуют занятия на лошадях, и их просто там, ну, реально, кладут на лошадь или садят, не знаю, как правильно... Садят. Сажают. Сажают. Русский язык вышел и чат. Вот, ну, и, в общем, и это, правда, как-то там, в общем, лошадь что-то там вырабатывает, и это положительно влияет на мозг. Вот я когда узнала, я была вообще в шоке, на самом деле. У меня была детская травма, когда мы были, сколько, лет под 12-13, наверное, вот, у меня лошадь легнула прям в область таза. О-о-о-о! Вот, и после этого я категорически отказывался даже подходить там буквально на 10 метров, то есть ближе 10 метров я никогда не подходил к ней. Вот, а потом, когда я сейчас познакомился со своей супругой, да, мы... Я ей это рассказал, и она такая, ну, ничего страшного, будем это исправлять. Ага. Вот, и с тех пор я очень люблю проводить время с нашим конем, да, и... Ну, даже просто не катаясь, а просто быть там, находиться с этим животным, да, это очень круто, на самом деле. Ну, они тебя и обнимают, и целуют, и делают, в принципе, то, что многим людям не понять. Ну, мне кажется, вообще, в принципе, животные, они оказывают такое воздействие благоприятное на человека. Вот у тебя, кстати, две собаки, да? Да. Да. Какая порода? Я не помню. Один, мы взяли его с приюта, это Шар-Пей и Питбуль Микс, а вторая, это Американский Став. Боже, моя мечта. Тоже бойцовская. Я тоже хочу бойцовскую собаку. Но мне кажется, это только вот с виду, а не какие-то наши собаки-убийцы, а на самом деле, если при правильном воспитании, они вообще лапушки. Это, да, это все равно любое животное, неважно, это собака, кошка, лошадь. Не знаю, блин, только перечисли. Смотря как человек будет ее воспитывать, я считаю, так. То есть, если у них хорошее воспитание, если ты ими занимаешься, прекрасно, то есть, собака не будет, да, там, кусать кого-то или еще что-то. Да, у них бывают свои такие приколы, как у детей, так скажем. Ну да. Нашалить или еще что-нибудь, это же нормально. Для меня, по крайней мере. Да, мне кажется, это как и у людей тоже. Если человека плохо воспитывали, он будет тоже себя плохо вести. Если его воспитывали хорошо, то он будет хорошим человеком. Ну, есть же исключения. Ну, есть исключения из правил. Даже если воспитывали хорошо, все равно может получиться. А у животных не бывает, думаешь? Да тоже бывает. Но это реже. Просто, не знаю, у людей может какая-то, на самом деле, более завистливые существа. Ну, здесь, да. Но это мое мнение, так что... Не, ну я, пожалуй, соглашусь с твоим мнением на этот счет. Получается так, что вот четвертый сезон в Москве жена у тебя в Канаде. Увидеть здесь очень редко. Как вообще удается? Ну, потому что все-таки на расстоянии, на таком дальнем... Я понимаю, что есть фейстаймы, там, снэпчаты, куча всего. Но это же все равно не заменит никогда живого общения. Как вы вот с этим справляетесь? Слушай, когда я играл в Америке, да, два года она была со мной. И когда я получил там тяжелый этап, там, операции, то иначе... Она на это время все проводила со мной. У нее не было никакой своей собственной жизни, да. То есть даже, я скажу, мне нужна была уход 24 на 7. Ну, если я вообще ничего делать не мог. И когда это все случилось, потом она сказала, что она не хочет быть как, так скажем, стандартная жена хоккеиста, которая сидит там и ничего не делает. Я поняла. И она говорит, я хочу пойти на работу и все. И я сказал ей, пожалуйста, иди, если тебе это будет оставлять удовольствие, к чему это нет? Вот. Ну, все, и как-то мы третий год уже начали привыкать. Мы все равно виделись намного чаще, вот, чем сейчас. И как-то мы постепенно привыкали к этому. Ну, и сейчас для нас это... Да, это сложновато, но не так, чтобы крайне критически. Тем более сейчас она... У меня занята своим делом. Она и до сих пор на учебе, и работает. Пытается... Точнее, уже она получила диплом. У меня спортивный массажный терапевт. Так что это хорошо и для меня, и для нее. Ну да, кстати, удобненько, да. То есть, если у меня какие-то небольшие травмы, это нам может быть самым вылечимым. На самом деле, когда я только пришел в команду, ты вот у меня больше реально ассоциировался как с легионером, а не с русским игроком. Ну, просто, ну, у тебя суперанглийский, и как бы, не знаю, внешне даже больше хочешь на иностранца, а не на человека, который родился в Хабаровске. Кстати, что можешь вспомнить из своего детства, вот, о своем родном городе? С моего детства. Ну, у меня, в принципе, детства и не было даже. Я когда... Как получилось, что я пошел в хоккей, это у меня есть старший брат, и они... Родители отвели его на хоккей. Мне тогда было... Тут это два с половиной, что-то такое. Это мне уже рассказывали родители, потому что я этого не помню. И они сказали, типа, ну, давай его тут поставим. Ну, и все. И как-то нашли какие-то коньки, я не знаю. Вот просто реально поставили меня на лед, и все. И, ну, естественно, я там падал постоянно. Там то спал на льду, то еще что-нибудь. Ну, как-то вот так пошло. И потом мне это очень понравилось. Также два слова от родителей. И с тех пор я постоянно просил их, чтобы пойти на лед или еще куда-нибудь. Чтобы просто покататься, либо просто клюшку подержать. Мы играли дома постоянно со старшим братом. Хоккей с мячом, так сказать, теннисным мячиком. Мы разбивали стекла и все. И отец был очень недоволен этим. Но он понимал, что лучше так, чем где-нибудь, броня, в подворотне, да, там, пить-пить. И когда я пошел в школу, я пошел в спортивный класс. Но я пошел с ребятами на год старше меня. Потому что я всю жизнь играл то там по 95-му году, то по 94-му году. Вот так вот. Редко, когда я играл по своему году. Но это потом уже. А почему, кстати, так? Ну, не знаю, честно говорю. Ну, может быть, как-то нравился тренерскому штабу какому-то, не знаю, которые тренера были детские. Может, я им нравился. И они просто решили брать и улучшать мою игру в детском хоккее. Но я все равно всем благодарен за это. Потому что это сыграло очень большую роль, на самом деле. И, как ты сказала, то, что у меня не было детства, потому что это... С утра просыпаешься. У меня отец был такой, это все равно строгий. У меня с утра зарядка была. Это обязательно. Потом школа. После школы сразу на тренировку. После тренировки приезжаешь домой. Там, не знаю, перекусил что-нибудь чуть-чуть сразу за уроки. Но чаще всего я такие, скажем так, математику русскую, может быть, еще сделаю. А остальные, которые нужно там читать или еще что-то, я просто засыпал и все. И не делал их. Ну, конечно, естественно. В общем, с успеваемостью было невесело все. С успеваемостью было, так скажем, по оценкам не очень хорошо, а по умственному складу ума, я думаю, довольно-таки неплохо. Потому что, да, я не был каким-то гением, но у меня не было проблем получить те же тройки, четверки, потому что, так скажем, жизнь заставляла как-то двигаться и как-то это решать, такие эти вопросы. То есть в дальнейшем, да, когда я уже переехал в Новокузнецк и жил один отдельно от родителей, вот это было мне 13 лет. Мы жили в таком спортивном интернате, вот, и там, считай, сколько, ну, 20-30 пацанов, которые, ну, и, понятно, садят себе веселье, побаловаться, еще что-то, вот, и там тебе совсем не до учебы. Ну, ничего, мы как-то пытались, решали, там, у кого-то лучше получалось, там, математика, у кого-то лучше, у кого-то еще что-то. Один сделал, например, один предмет, вот, все в нему переписали. А у вас коллективный разум был? Типа того, да, типа того. У меня хорошо получалось, что такое. Удивительно. Только на физкультуре ничего не спишешь, мне кажется. Это на самом деле так. Мне нравилась физика, потому что у нас были очень, по-сам, большое количество всяких опытов там с электричеством, еще что-нибудь, вот. И мне это, как-то нравилось. Кто сейчас, наверное, как-то поменяет, например, да, там, эти люстры или еще что-то, и если только не убило, то, то надо. Ну да, это полезная такая история, как мне кажется. И вообще, есть у тебя какие-нибудь хобби? Ну, например, у твоей жены, там, лошади, или у тебя что? У меня, я должен выиграть в гольф. В гольф? Ничего себе. Сейчас в гостиницу приду. Этот рук. Я даже испачивалась. А? Я испачивалась. Кто? Я? Да ладно. Все, все, ладно. Все нормально? Да. Больше просто не буду так держать кофе. Так, про Гольф. Так, про Гольф. Так, про Гольф. Каждое лето у нас каждая среда, и иногда там пятница, либо суббота, но среда это постоянно. Мы с ребятами в Америке едем на границу. И я первый раз. Мне ужасно не понравилось, потому что я не мог попасть по мячу там. Там был просто ужас. Но, но, в конце концов, там, мне ребят приглашали там один-два раза, и как-то потом пошло-пошло-пошло, и сейчас это, я скажу, одно из самых главных вообще суть Гольфа, она вот в чём. Я знаю, что там есть вот эти вот лунки, в которые нужно попасть, но там же надо как-то по-определённому ударить по мячику, и там выбить какие-то очки. Вот, ну, в чём, в чём прикол вообще Гольфа? Ну, как бы я видела это в фильмах. Самый главный прикол Гольфа, когда ты играешь просто на любительском уровне, да, и со своими друзьями, это просто расслабление мозга. Вот и всё. То есть, это реально, ты приходишь, у тебя все, да, когда происходит удар по мячу, должна быть тишина. То есть, никто не разговаривает, ничего, просто вот ты сосредоточился, да, там, и всё, и ты бьёшь по мячу. Также там же есть разные клюшки для Гольфа. Это ты должен оттачивать свою технику удара на каждую клюшку. Не очень, так скажем, не очень просто. Да и Гольф, сама игра, очень сложная на самом деле. Хотя многие думают, а что тебе по мячу ударить? Нет, вот для меня лично со стороны это кажется, что ты вообще супер непонятный. Я ни разу не пробовала, и мне кажется, что если я попробую, то я точно ничего не пойму. Нет, если попробуешь, ты это поймёшь, если тебе нормально кто-нибудь расскажет, как это и что это делается. Вот. Но самый такой легкодоступный, так скажем, материал, как играть в Гольф, это ты должен от от линии, откуда начинаешь, так скажем, со старта, да, за меньшее количество ударов забить мячку, вот и всё. это самое простое объяснение. Я поняла. То есть ты по нему ударяешь, он где-то в определённом месте останавливается, ты потом с этой позиции бьёшь. И ещё правило в Гольфе, то есть мячик нельзя трогать, вот где он приземлился, оттуда ты и бьёшь. Ага. Если ты потерял его, ты... Из кустов бьёшь? Как фильмы. Нет, если ты его потерял, и это случалось со мной очень часто, ты просто берёшь новый мяч и кладёшь его на край самого курса, вот этого, да, там, ну, площадки. Ага. И начинаешь оттуда. Но у тебя уже, если ты потерял мяч, это ещё получается первый удар ты ударил, мячик потерялся. Ага. Ты уже бьёшь третий удар, считается, потому что ты потерял мяч. Всё, ты теряешь удар, ты уже проигрываешь. Правильно, Но... Я ещё ни разу не выиграл против своего друга, он чересчур хороший гольф. Но он уже играет сколько, лет 10-15, наверное, а я только сколько, лет 5. В одном из отпусков мы с Мироном тоже играли, ты его учил, или он в курсе? Как оно? Там очень бесполезно. Андрей, прости. Там он больше вскопает землю, чем ударит по мячуку. Так что, если кому-то на тачи нужно вскопать, зовите Андрея Миронова, давайте ему гольф-брюшку и в мячике и в логороке нормальный. Ну это, конечно, да. А помимо гольфа, как ещё любишь свободное время проводить? Что, условно, у нас насыщенный календарь сейчас, времени на отдых не так много, но вот редкий выходной выдался, чем ты предпочтёшь заниматься по-другому? Ну, для начала выспаться хорошенько. А потом, ну, такая, скажем, прогулка на свежем воздухе недолго. И потом, если это именно в течение сезона, это скорее всего выиграть в видеоигры. Пару каточек Fortnite Семьёй Борисовичем. Fortnite это топ. Да, да. я, Андрей, доктор и ещё один доктор. И вообще топ. Ну, у вас, короче, там своя уже тусовка фортнайдерская. у нас ещё ждём пополнения, у нас многие ребята начинают, так скажем, играть, как Кося Волков и там ещё другие ребята тоже стараются зайти, но кому-то не нравится. Раш, по-моему, ещё кто был. Раш, да, он тоже начинающий, так скажем. Начинающий Fortnite. Ну, он играет там свои тоже стрелёнки разные, так что для него это не так сложно, потому что он, так скажем, стрелять с компьютера, с ПК намного проще, чем с ПК. с ПК. А кто у вас самый топовый игрок в Fortnite из вашей банды? Fortnite? Да. Блин, я думаю, Борис Штиммерев. Он вообще в порядке. Он вообще играет на PlayStation, но он играет так, что как будто он играет с Кокабо. То есть там частенько бывает так, что мы играем втроём. Чаще всего я Андрей и Борис и он нас убивает, а он просто один и там скажем, так наша жизнь восстанавливает, потом нас опять убивает, но он он, короче, ваш спаситель. Типа того, да. Вообще, почему все так любят видеоигры? На самом деле, у меня тоже было какое-то время PlayStation. Я играла, но не так часто, но не в командные такие видеоигры, а знаешь, что-то типа Человека-паука или что-то. Как для меня, то есть у меня в детстве не было компьютера, когда у всех было. И я прям очень хотел купить компьютер или там PlayStation или еще что-то. Но как-то это прям когда не было времени, а тут появилось уже достаточно времени, то есть жены нету, да, там здесь. Плюсы того, что жена в Канаде, а не в России. Это тоже, да. Вот, то есть забот намного меньше на этом. Не нужно там с собаками ходить, гулять, еще что-то. Вот. И блин, чем еще время занять? Просто сидеть, смотреть какие-то сериалы. Книжку почитать. Не помню. Книжку почитать. Ну, я, кстати, начал читать недавно. Пусть я года два назад. Какую литературу? Вторую книжку уже дочитила. За два года вторую? Ага. Ну, в целом, неплохой там, типа по книге в год. По крайней мере, с того времени, давайте так возьмем, я их никогда не читал, я не любил это занятие, потому что, ну, многим нравится, читать, и я это поддерживаю, но это не для меня. Но все равно нужно, я больше читаю на английском, чтобы получать свой навык английского. А какие, какую литературу ты читаешь? Ну, это более спортивная, там, литература, да, так скажем, про истории разного, истории разного вида спорта. То есть, имените олимпийские, или там, чемпионы, или еще что-то, они рассказывают свои истории, как это все продолжалось. В принципе, то же самое интервью, только в книге. Ну, то есть, это такое чтение, которое позволяет тебе узнать побольше о других спортсменах и, возможно, что-то там для себя. Да, 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 да. И они также рассказывают, когда у них были какие-то, да там, проблемы, не в плане семейных проблем, а в плане спортивной карьеры. То есть, когда ты вот определенного уровня достиг, и ты думаешь, что все, ты больше не можешь, ну, уже все, пора заканчивать. и как они с этим справляли, чтобы продолжать дальше. И это очень интересно для меня, и поэтому я и читаю. Точнее, я стараюсь читать. Вот смотри, в целом всегда говорят, что карьера хоккеиста, она не долгая прямо. она вообще не долгая. Вот. Тебе 26. Ага. Понятное дело, что, ну, еще времени поиграть довольно много, но думал ли ты уже о том, что ты будешь делать после того, как закончишь карьеру профессионального игрока? Честно, поначалу я об этом никогда не задумывался, но сейчас, в связи с возрастом, да, уже я понимаю, ну, сколько мне осталось. Блин. Лет 10 еще. С моим стилем игры 10, но навряд ли мое тело выдержит. А так, так задумывался, типа, как, куда, что. Я думаю, ну, возможно, тренером для начала. Вот. Ну, это, в принципе, классика. И мне очень нравится строительство, сфера строительства. Делать, там, так скажем, домашний ремонт, еще что-то. Ничего себе. Прораб Сергей. То есть, я этому обучаюсь практически каждое лето, да, у меня есть, он, так скажем, есть возможность, чтобы помочь, чтобы выучить, да, даже той же, занятия, сварочным аппаратом, как пользоваться, еще что-то. Для меня это интересно. В общем, либо тренер, либо прораб Сергей. Ну, узнаем об этом, когда Сережа закончит карьеру, надеемся, что это будет не скоро. Сереж, спасибо большое. Спасибо. Вам. Смотрите телеканал. Нет, YouTube-канал Динамо. YouTube-канал Динамо ТВ. Ну, просто Динамо ТВ. Ну, да, просто Динамо ТВ. Все, просто.